Всем привет! Трудное детство и бедность не всегда плохо. Иногда это мотивирует на достижение цели и помогает добиться успеха. Это доказали наши герои – знаменитости, выросшие в бедных и порой неблагополучных семьях. Знаменитости, которые родились в бедных семьях и добились славы. Настасия Самбурская росла без папы. Его посадили в тюрьму, когда ей было 5 лет. Мама пыталась заглушить тоску с помощью алкоголя и воспитанием девочки не занималась. В одном из интервью актриса неохотно вспомнила, как ходила на выпускной в университете в подаренном платье и картонных туфлях за 500 рублей. После окончания школы девушка, не раздумывая, уехала из родного Приозерска в столицу, где поступила в университет и параллельно с тем работала на нескольких работах, чтобы самостоятельно оплачивать обучение. На сегодняшний день Настасия – успешная и востребованная актриса театра и кино, вокалистка и одна из самых популярных российских звезд. Известный комик Джим Керри родился в настолько бедной семье, что они жили в вагончике на лужайке одного из родственников. Когда отец актера потерял работу, Джим бросил в школу, чтобы помогать семье. Вместе со старшими сестрами и братом он подрабатывал уборщиком. Позже Керри работал на столелитейном заводе. Актер признавался, что если бы ему не удалось пробиться в кино, он бы был не против продолжить трудиться на заводе. Сейчас он известный комик и один из самых любимых актеров нескольких поколений. Папу Виктория Боня почти не помнит. Он бросил семью, когда ей было всего два года. Все кардинально изменилось, когда Виктория с родными перебралась из родного Краснокаменска в Москву. Боня не раз вспоминала, что после того, как они переехали в столицу и жили в одной комнате втроем, им пришлось столкнуться с большими трудностями – тараканами, продавленными железными кроватями и отсутствием еды. У яркой и целеустремленной девушки было немало ухажеров, способных обеспечить ей безбедное существование. Однако она стремилась стать известной, и в этом ей помог проект «Дом-2». Сейчас Боня вместе с дочкой живет в Лос-Анджелесе и активно развивает свою линейку одежды. Том Круз рос в католической семье в Нью-Йорке, у которой за душой не было ни гроша. По слухам, у Тома и его семьи было все не просто плохо, а хуже некуда, они были крайне бедны. Кроме того, его отец частенько раздавал затрещины своим четверым детям. Если что-то шло не так, он лупил их. Семья будущей звезды постоянно переезжала в поисках работы, и в общей сложности актер сменил 15 школ в США и Канаде. В итоге Том показал всем, что деньги и слава предназначены не только для богатых и знаменитых. Вера Галушка родом из украинской глубинки. Когда девочке было лет 11, ее папа попал в аварию, которая сделала его инвалидом. Мама Веры работала уборщицей, и, конечно, денег на всех не хватало. Вера иногда прогуливала школу, чтобы заработать копейку. Как нянечка, она помогала мамам сидеть с детьми. К слову, Брежнева даже не смогла толком насладиться своим выпускным. Денег на оплату праздничного мероприятия у семьи не было, поэтому сразу после официальной части Вера отправилась домой. С самого детства Галушка проявляла творческие задатки, но, несмотря на это, поступила на экономиста. В свободное от учебы время девушка часто посещала концерты, а спустя несколько лет попала на кастинг к продюсерам коллектива «Виагра». Сейчас у нее есть любимая семья, работа, благодарные зрители. А финансовое благополучие позволяет звезде уверенно смотреть в будущее. Когда Леонардо Ди Каприо был маленьким, его жизнь была очень далека от понятия мультимиллионер. Мама воспитывала его одна и трудилась на нескольких работах, чтобы помочь своему сыну вырваться из неблагополучного района в большую жизнь. Как мы знаем, ей это удалось. Мама модели Натальи Водяновой с горечью вспоминала, что Наташа рано начала ей помогать. Девочка рано вкусила взрослую жизнь. Ей было всего 7 лет, когда приходилось варить кашу, пеленать и кормить сестру. На учебу у Наташи просто не было времени. Чтобы заработать денег на существование, она вместе с мамой торговала фруктами на рынке. В 16-летнем возрасте друг Натальи привел ее в небольшое модельное агентство. Девушка сразу всем понравилась, и ее пригласили на кастинг в Париж. Уже в столице Франции Водянова, даже не зная иностранного языка, покорила абсолютно всех. На данный момент Наталья Образцовая, мама пятерых детей, успешная супермодель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Сара Джессика Паркер привыкла экономить с детства. В многодетной семье учительницы и дальнобойщика думать о дорогих вещах было не принято. Сара Джессика была одной из 8 детей работающей мамы. В доме не всегда было электричество, что уж говорить об обновках. И все же мама наскребла денег на танцевальную студию для дочери. Как признавалась звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус, жизнь у нее была тяжелой. Ее семья и в коммуналке два на два жили в шестером, и голодные сидели. Кристина донашивала одежду за своими старшими сестрами. Родители нечасто покупали им сладости. На сегодняшний день в личной и карьерной жизни у Кристины все прекрасно. Актриса замужем за шоуменом Гариком Харламовым, с которым воспитывают дочку Анастасию. Селин Дион младшая из 14 детей. Огромное семейство жило в очень маленьком доме, но отсутствие денег и места компенсировалось родительской любовью. В интервью певица рассказывала, что их семья не была бедняками, но и лишних денег у них не водилось. Дом в Квебеке был очень-очень маленьким, но зато он был наполнен любовью и взаимной поддержкой. На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!